Ученики и педагоги продолжают привыкать к электронным дневникам и журналам. Привыкать, потому что новая система работает пока не идеально. И дело все не в плохом интернете, например, часто происходят сбои. Впрочем, некоторые преподаватели современным технологиям все же рады. Они отмечают, на заполнение онлайн-дневников и журналов теперь уходит гораздо меньше времени. Плюсы видят и родители, детям больше не скрыть и уж тем более не подделать плохие оценки. Об инновациях в системе образования репортаж наших коллег. Дневник, список предметов, допустим, физика, преподаватель Хаброва Светлана Рудольфовна, тема и домашнее задание. Если подросток на перемене сидит в телефоне, то теперь это не значит, что он переписывается в социальных сетях. Электронный гаджет сегодня заменяет школьнику привычный бумажный дневник. Расписание оценки и домашнее задание – все это на экране мобильного устройства. Ученики 4-го БЭК к нововведениям привыкли быстро. Со стандартными дневниками они отзанимались всего два года. В прошлое ушли и бумажные журналы. Персональные данные теперь во всемирной паутине, доступ понятно ограничен. Преподаватель Мария Чебыкина признается. Несмотря на новые требования, дети продолжают носить на уроки обыкновенные дневники. Однако пользуются ими крайне редко. Если вдруг какого-то ребенка, ну мало ли дома, интернет отключили, тоже же такое бывает, чтобы домашнее задание было. Они пришли домой, открыли, увидели. Ну то есть это пока вот оставили как такие официальные записные книжки своего рода. Записываем объявления про конкурсы, олимпиады, встречи наши, информацию записываем туда. Это тоже удобно. Педагог уверена, в электронных дневниках и журналах больше плюсов, чем минусов. Например, на то, чтобы их заполнить, уходит гораздо меньше времени. А родители могут контролировать успеваемость ребенка в режиме онлайн. Был ли он на уроке, как себя вел и какую оценку получил за диктант. В общем, скрыть что-либо не получится. Приложение «Мой дневник» теперь есть на телефоне едва ли не каждого школьника. Это приложение очень полезно, потому что, если, например, у нас нет интернета, вот на компьютере предположение это 4G, 3G и так далее, можно через телефон посмотреть, что там задано. Мама отреагировала нормально, она сама пользуется электронным дневником, чтобы посмотреть, как я учусь, хорошо или плохо. 1 сентября на электронные дневники и журналы перешли все школы города. К этому событию образовательные учреждения готовились долго, вопросов возникало много. Система часто давала сбой, а родители, у которых нет дома компьютера или интернета, и вовсе не понимали, что им делать. И хотя последняя проблема, кажется, решилась, то первая нет. Электронные дневники и журналы продолжают ременами чудить. Еще один недостаток – плохой интернет. Нет соединения, нет домашнего задания. Впрочем, иногда даже при хорошем сигнале зайти в личный кабинет получается не у всех. Программа виснет и не загружает данные. При отключении электричества нет возможности выйти. То есть интернет пропадает? Пропадает, да. А были ситуации такие, да, когда нужно готовиться к урокам, а интернета нет? Да, часто такое бывает. Но сейчас еще и двоек не скрыть, это от дизелей. Ну, да, есть такое. Однако специалисты обещают, со временем все замечания будут устранены и неудобства останутся в прошлом. Как и страницы бумажного дневника, на которых уже не увидеть оценок. Всего несколько лет назад сложно было представить школьника без такого бумажного дневника. Если его теряли, то это была настоящая трагедия. Но, правда, если там двоек не было. И вот теперь на замену таким дневникам пришли электронные. Уже совсем скоро он займет свое место в школьном музее. Пока одни осваивают электронные дневники ученики пятой школы систему ладошки. И теперь, чтобы поесть, ребятам не нужно иметь при себе деньги или карту, которые можно потерять. Достаточно прикоснуться рукой к сканеру. В тот же момент родителям придется общение на электронную почту, мол, ребенок поел и что именно. Вот так удобнее, чем деньги брать дома. Можно их оставить, забыть, а здесь всегда под рукой. Сегодня из 600 учеников системы ладошки пользуются лишь 100. Однако педагоги говорят, со временем желающих будет больше, ведь это очень удобно. Пополнил счет, ребенок спокойно питается. На выбор сразу несколько видов комплексного обеда. Если хочешь что-то одно, например, только суп, подходите на кассу. Здесь тоже установлены компьютер и сканер. Как видите, те, кто пользуются ладошками, они не стоят в очереди. Им сразу, у них в этом плюс есть большой, они сразу получают необходимый набор продуктов, а остальные стоят в большой очереди. Причем эта система пользоваться стала спросом и у сотрудников школы. Не исключено, что подобные аппараты появятся и в других школах города. К тому же местным ученикам и педагогам к инновациям уже не привыкать. Например, во многих кабинетах вместо привычных классных досок теперь висят интерактивные. Олег Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Телеканал Север.